Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Кому можно не соблюдать пост? Как соблюдать пост детям? Из какого возраста? Действительно, пост не является всеобщей обязанностью Если человек болен, если речь идет о младенце Или о тех, кто находится в боевых служебных передвижениях Обязанность поста не вменяется Всякому дано рассуждение для того, чтобы земные явства Употреблять в меру, на пользу Но иногда это позволяется и благословляется церковью С некоторым достаточным изобилием А иногда ради благоговейного молитвенного приуготовления К великим торжествам С некоторой недостаточностью Урезанием в привычных наших меню И по разнообразию пищи И по ее количеству Так что всякому И относящемуся в том числе И к упомянутым категориям Немочным, болящим Военнослужащим Детям Престарелым людям Которым Всякие Питательные элементы Нужны особенно Как лекарство, можно сказать В достаточном количестве Для поддержания жизненных сил Надлежит с рассуждением Относиться к исполнению устава Сама буква устава достаточно строга Вы спрашиваете в том числе И чем отличается пост монастырский От поста мирян Так вот В том и характер поста Что не отличается ничем И мы все становимся На одну поляну На одну площадку Пред Господом Разделяя одинаковые труды Если различие Мирян от монашествующих По определению Анна Зластауста Состоит в позволении Иметь детей То даже в этом В этой льготе Хотя и достаточно Обременительной Нету разницы Постом Ибо таинство венчания Потому и не совершается От начала масленицы До завершения Светлой седмицы Что и миряне и монашествующие Все призваны В совершенном Целомудрие В воздержании Умеренности Проводить священные дни При уготовлении К Пасхе Христовой И первые несколько дней Седмицу По ее завершении И как вы знаете Возобновляется Совершение таинства Венчания В церкви На Фомину неделю На воскресенье Следующее За Пасхой А до этого дня Лежит Всегда причащаясь Святых Христовых тайн Воскресшего Христа И здесь Находиться И монашествующим И мирянам В одном состоянии Более духовном Чем плотском И телесном Хотя оговаривается На Пасху Христову Что Миряне разрешаются На все продукты Включая мясные А монашествующие На молочные Рыбные Продукты Яйца Которые Также допускаются Всем И в этом Лишь только Малые отличия Кто живет В обители Пускай Вкушает пищу Без растительного масла Кому приходится Трудиться На трамваях В больницах Пребывать С большим количеством Людей В общении Тот Пускай Имеет облегчение В посте Хотя Имеем мы Сведения От святых Отцов Опытно Прошедших Все ступени Совершенства Духовного О том Что Когда В полном Уединении Находится Подвижник Достаточно ему Для подкрепления Телесных сил Своих Половины Хлеба А когда Приходится Общаться С людьми То Едва Насыщается Он Монастыря Скором Что и Что и когда Дозволяется Для Живущих В строгих Монастырях Палестинских Сирийских Иерусалимских Которые Как раз И послужили Примерами Для Этих Уставных Книг Так что Мера Поста Может быть У всякого Своя И Есть Конечно Общие Границы Конечно же Православный Христианин При любом Образе Жизни Может Уклониться От Мясной Пищи Если Только Не Является Он Неизбежным Участником Общепита Военной Ли Кухни Больничной Или Детской Но Там Где есть Выбор Еще Остается За Человеком То Конечно же Он стремится От мясной Пищи Себя Удалить Но Те Кто Только Впервые Приступают К поприщу Поста Пускай Не думают Что Их Подвиг Тощ Пред Богом И Не имеет Никакого Значения Если Хотя бы Попробуют Они Ограничить Себя В Мясной Молочной Пищи Но Подкрепляясь Иногда И Рыбой Которая Все-таки Относится К пище Постной Они Будут иметь Некоторое Разнообразие И Допустимое Утешение Тем Кто Уже Много Ред Постится Живет В монастырях Поприще Поста Даже Самого Строгого Составляет Вы Не Поверите Подлинную Радость Та Легкость Которую Чувствует Душа Человека Постящегося В связи С некоторыми Ограничениями Ее телесных Вернее Человеку Привычных Благ Это Замечательное Чувство Которого Никак не хочется Терять И тогда Когда Приближается Пасха И думает Такой Благоразумный Делатель С радостью Готовясь К пасхальным Богослужениям Как бы Сохранить Умеренность И во вкушении Скоромной Пищи Чтобы не Потерять Ту Благодатную Легкость Которая Приобретается Душою При Ограничении Телесных Потребностей И Телесных Удобств И Ублажений Потому С благоразумным Рассуждением Будем подходить К поприщу Великопостному И для надежности Согласовав С добрым Своим И благоразумным Пастырем Священником Меру Своего Воздержания Для того Чтобы Не смущаться Помыслами Не Томиться Понапрасну Угрызениями Совести Так Согласовав И благословившись Не то Чтобы Отменить Пост А Определить Свою Меру Поста Будем Тем не менее Усердными Его Исполнителями Поскольку Это Божье Законодательство Совершать Постное Поприще И Имеет Оно В себе Великие Грядущие Благо Как Воздаяние От самого Нашего Спасителя Внеси Внеси Вклад Оцени Подпишись И поделись Этим Видео Продолжение следует Продолжение следует...